. Ой. Блин, Кирилл. Маленькая свинка. Это не то, это свинья, это не маленькая свинка. Соглашусь. Ну что? Большая свинья. Не, можно просто хорякать. Кабан. Боров. По себе не судят. Как хочется уже отстоять. Хорошо, Елена, давайте мы с вас начнем. Поддержим аплодисментами Елену. Как всегда, не готова. Вы что-нибудь... В принципе, можно как в домашнем задании. Просто подвинуть там в душ. Сначала плевать в пиво. Просто сказать, я вас люблю, ребят. Простите меня, я такая кайф. Ну это само собой. Небольшая продажа. Магистр выступлений. Гуру. С большой буквы У. Имеет еще три высших образования. По выступлениям. Птона Леона. Ууу. Мы смотрим и отчитываем те инструменты, которые она применяла. То есть я прям тему называю, там все дела, да? Прям называй! Тему сегодняшнего нашего... А, все, вопрос сразу, извини. Извините. Когда говорить по поводу этого? В конце, в конце, конечно, в конце. Все перечисления, да. А я начинаю с темы. Значит, тема сегодня... Что у нас? Презентация, доклад, доклад, презентация? Да. Да. Тема сегодняшнего нашего доклада, почему развод это хорошо. В нашей жизни очень много происходит позитивных и не очень моментов, такие как рождение, первые шаги, какие-то падения, травмы, школа, опять же, первая любовь, свадьба, разводы в том числе. Анастасия, вот на ваш взгляд, какие моменты, какие чувства, да, может испытывать женщина или мужчина, когда вот случается такое событие, как развод? Вот, на ваш взгляд. Вот, горе. Так, горе. Что еще? Счастье. Мотивация. Мотивация. Мотивация тоже неплохо. Свобода. Свобода. Отлично. Павел, а ваше мнение? Ну, ваше мнение. Развод, да круто, что там. Отлично. Опять можно пожрать. Ну, как свадьбу там пожрать, так и развод, там тоже стол накричь, праздник. То есть, как минимум, два раза в год, это просто круто пожрать и повеселиться, да? Да, ну, мне есть еще что-то пожрать. И нажаться. И пожрать, да. Отлично, спасибо, спасибо. Да, ну, скажу честно, я в жизни сталкивалась с таким событием, да, со мной это случалось, такое событие, как развод. Так, и что я вам хочу сказать, что на самом деле, да, первое впечатление, это конец жизни, да, это все, это, ну, это что-то такое страшное, все, как жить дальше, что делать дальше, то есть, ну, жуткие, конечно, мысли, но, но, что называется, речи, на самом деле, я соглашусь и с Настей, и с Павлом, про что есть... И с остальными, ну, сейчас, ну, и те, кто еще пришел, да. Что на самом деле, не только, не только негативные моменты в таком событии, то есть масса, масса позитивных моментов, таких как, это однозначно, да, по-новому взглянуть на жизнь, какие-то новые знакомства, новые впечатления, опять же, вот не первый раз, не один раз было сказано, свобода, да, это совершенно точно, это то, что меня больше всего привлекает, полная свобода действия, то есть, опять же, будучи уже, вот, не знаю, там, в том же, побывавши в том же замужестве, то есть, ты только тогда можешь оценить слово, вот это вот понятие, как свобода. Заканчивайте. А то я тоже не подготовка, а уже, по-моему, так. Импровизейшн. Да, да, да. Да. Артём, выступай на презентации, ну, кто это, мы с третьего ряда. Заканчивай. Ну, что, как, ну. Это будут тренировки. Издать из серии. Алло, алло. Выезжаешь? Хорошо. Сдобовы. Кейс. Заканчивая, заканчивая своё выступление, скажу, что развод — это начало новой жизни. Мы с вами, мы с вами. Мы с вами. Стоп, начнём с Дианы. Диана, какой инструмент ты заметила? Да. Ты никакой. Ну. Ну. Ладно. Так, чё вы говорите, может ли я больше? Чего? Что? Нет такого инструмента. Ну, я не знаю, но я не знаю, как это делать. Ну, я не знаю, как это делать. Вроде, я пойму. Нет. Диана, было такое? Да. Отлично, есть. Анастасия? Личный опыт, это ключи, история. Потом спрашиваю подтверждение. Всё, по одному. Всё, хорошо. Интимность. Всё, по факту, это можно было в одном. Если есть честность, комплименты. Ладно, Филипп? Да, Настя, блин, но подтверждение спрашиваю в самом начале. Ага. Ещё, Паша? Пауза, ну, по-моему, ты их делал не специально. Да, да, да. То есть, удаление — это всё равно, значит, нельзя, потому что это... Ну, можно, можно лексика, она, сутки, как с нами, не закончилась. Да, ещё. Ну, тембр, скорость голоса, опять же, это неосознанно делать что-то. А ты не подготовленность? Да, нет, 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 чисто осознанно вот штуки четыре было. Это обращение по имени, это спрашивание подтверждения, это интимность вот эта, это вот чисто специально. Но мы неосознанно. Остальное неосознанно делается. Замечаете сразу, когда что-то делается осознанно, что-то неосознанно. Да, ну, разница есть, ещё опыта немного, поэтому... Ну, это сам потом не делается, всё нормально. Елена, что не назвали, ребята? Да, в принципе, всё, всё, наверное, что-то все мои задумки. Спасибо вам, спасибо. Скажи, Диана? Нет. Аплодисменты! Диана, а ты выходи прям с площадкой, можно прям выступать и подглядывать. Ничего в этом не будет такого. Мы же всё равно пока не... А? Ну, читать не нужно, но ты можешь прям так получитать, полувыступать. А я могу вас запомнить сразу все цитаты, которые вы здесь написали. А с чего? Так, а ты что? Помни инструмент, самое лучшее подглядывать цитату. Кстати, запишите себе. Как сказал один векий человек, я Диана в подъем. Ну всё, давай. Можно, пусть Настя, я просто сейчас прочитаю. Ладно, давайте, Настя, аплодисменты. Аплодисменты. А тема выступления для забивки в вайдейн, это была «Как сделать сильный результат в бизнесе». Начну своё выступление с небольшой статей. От профессионального марафонса, клиента Верона. Запишите, пожалуйста, себе. Это... А можно где записать? Да, конечно. Ладно, не надо. А можно помедленнее? Я не успеваю записывать. Конечно. Это для вас, Павел. Записывайте. Плохой результат. Это очень сильный стимул для меня. Чего? Для меня. Поясню. Можно согласиться со мной, что бизнес можно сравнивать со спортом. Правда, Артём? Нет. Отлично. Артём, в кадр не включи. Нет, отключи. Отходил, подходил. А ты проверь. Проверь, проверь, фоткай. Вот. Да. Итак, как вы уже согласились с бизнесом сравнивать со спортом? Представьте себе. Вы ещё маленький ребёнок. Вы только учитесь ходить, бегать. Для вас марафон ещё это что-то несовершенное, верно? Далее вы уже как бы растёте, вы начинаете бегать, соревноваться между сокурсниками или сверстниками на своём дворе. У кого-нибудь был, кстати, двор перед своим домом? Есть такие? Мусорка была. Ну там, спортивная площадка была, есть? Да. Они бомжи бухали. Да, да, да. Отлично. Да. У меня был бомж. Хорошо. И вот вы как бы бежите, и вам говорят, фу, у вас херят камняни, вообще ничто. Вам уже закидывают пустынские. Как бы, вы понимаете, что то, что сейчас, это не то, что вам нравится. И вы, грубо говоря, вам подливают масло, чтобы вы дальше росли, чтобы вы дальше развивались. И на следующий день вы опять выходите, вы опять берёте, и вы, грубо говоря, добиваетесь своей цели. Самое важное, что по истечению времени вы становитесь олимпийским чемпионом, например, как Усейн Боу. Он с самого детства начинал заявлёвывать какие-то награды, металли и так далее. Кстати, на этой теме есть очень интересный анекдот к этой теме. Значит, допинг-тест голландского марафона показал, что это были самые счастливые километры в его жизни. Девайс, когда все смеются. Да, да, да. К чему я вообще это? К тому, что в бизнесе так же, как и в марафоне, важно не останавливаться на достигнутом и достигать тех вершин, которых ты действительно достойный и которых ты действительно хочешь. Обычные. Какие приёмы использовала Анастасия? Диана. Нет. Еще? Нет такого приёма, как не имеют. ЦИТАТЫ! Много было метафор и сложная была метафора про бомжи и пауки, и несколько маленьких метафоров про масло. Она не поняла, что ты сделала сложно, но все же. Нет, я сделала сложно специально, по поводу истории. Про бомжей у тебя бомжи случайно появились, так что это не специально было. Вот, ну, круто, цитата. Елена. Спрашивает подтверждение. Интимность была в вопросе про двор. Ну, что это такое? У нас дома уже не в баржаве. Ну, наверное, можно, когда она сказала, типа, запишите, это, наверное, можно как считать, как и не трюризм, все дела там. Нет, трюризм. Это не то. Это утверждение, да? Ну, если мы согласились с тем или иным фактом, типа... Нет, это уже трюризм. Не то, что запишите, а то, что она сказала, и вы уверены в том, что это так. Вот мы все согласились, это все, но трюризм все дела. Анастасия, что они еще не называли? Паузы, пенбур. Скорость голоса вы не назвали и паузы были разверены. А так, в принципе, все. Или еще что? Все. Шутки. Ну, сказали, шутки, я не могу сказать. Не, нормально. Кстати, очень сильный прием, это смех. Очень сильный прием, его нигде не вписывают. Например, Вова Ястребов, он его классно применяет. Ну, мало кто, наверное, замечает, но, возможно, замечает. Рассказывает анекдот и сам ржет. Ржет, реально ржет. И зал начинает ржать даже не потому, что смешно, а потому, что он ржет. Понятно? Это тоже сильный инструмент, то есть, когда вы рассказываете анекдот, он самому смеет, пусть он даже не смешет. Вот, разумеется на голове. Ну, послушайте, еще раз. Допинг-тек. А, стоп. Забыли еще один сильный инструмент. ММО у нее было, причем, ну, такое, слабенькое. Ну, да, но было. Начиная, представьте. Да. Еще раз. Допинг-тест голландского марафонца показал, что это были его самые счастливые километры в его жизни. Да, и второй раз шутки не зайдет, Настя, понимаешь? Ну, раз первый раз не зарплатку, не второй раз не зайдет. Спасибо, Настя. Диана Волкова! У-у-у! А вот тебе спина видно. Я знаю. Еще наибелого. Я знаю. Наибелого? Я тоже только его слышал. Наибелого. Так вот, у меня тема про искренность. Мешок открытый, но это слишком много, поэтому я расскажу что-то про искренность. Начну я с цитаты. Я думаю, что все такое основное. Цитаты руки. Быть искренним в жизни значит уступать в бой неравным оружием и бороться с открытой, вроде бы, у человека защищенного панцирем и готовить навести вам удар кинжалом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ало-хуаху, да? А можете еще раз? Я не успел записать. Можно еще раз? Надо было внимательно слушать. Ну, не, еще раз, причитай, пожалуйста. Нет. Мир Мирала достаточно ярко обозначил осязаемый образ его порядочного человека, желающего просмыслить людей человеком с большой буквы, услугающей к себе. К сожалению, сегодняшняя ценность чудовищная метафоризма, и такое понятие, как искать в том числе, является для... Что такое метафоризм? ...многих едва ли не пустой звук. Но все же стоит акционировать внимание данной почты, посредине составляющей. Я не буду так учить. Ты отказываешь, Холя, вот правда, я так давно такого не видел. Давай, нужно ходить, выступать, потому что тебе председатель нужно... Выступать нужно... Нет, нет, сейчас, бери, да. Нет, не имею смысла сейчас что-то выступать, когда ты готовился за пять минут к какому-то шуме, вуланане, в котором все ходили. И разогтись на ответственность и искренность, там, блин, эти вот эти безлога, которые расходятся, мне это невозможно подготовиться нормально. И повесь в нем. Ну, блин. В наши дни ответственность безумно важная вещь. Как можно на человека полагаться? Не ответственность, а искренность. Я пока прочитала про искренность, я знала, что это ужасная вещь. Представьте, ты, по-моему, познакомилась с человеком. Диан, твое выступление, Диан, давай. Ну, прекрасно. Открылась себя так. Это как семечки в арбузе. Давай дальше. Ну, конечно, что вы меня проделали, ходили в это же человек. Давай, давай, давай. Диан, ты просто выступай, а не сиди, что ты села-то? Выступай, сейчас это выступление. Потом тебе нужно задействовать вербальный инструмент. Ну, Асть. Ну, что такое? Один. Чё ты приумела? Ну, тут невозможно подготовиться в таком шуме. Согласны, да? Да. Диан, давай дальше тогда хотя бы прочитай, ну, хотя бы разбедим, что-то там про него. Как сказал Диана? Да, она скопировала. Ни шум, ни галл. Чего она? Она это скопировала. Откуда? И кипятит. Ну, давай, 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 Диан. Читай дальше. Как ты терпирай, что звучит? Читай дальше, давай, давай, давай. Открытым калахом. Ха-ха-ха. Блин, реально, ну, сейчас мы эту тюрьму делим. Мне кажется, нужно просто вот так вот наверху ей сделать лицо вот так вот дополнительное, если она будет читать. Маск такая. Ну, давай, давай, Диан. Давайте всем тихо и пытаемся уловить эти пунктики. Да, ну, я тебе вообще что-то знаю, тебе делать. Давай. Давай. Пошути. Зашла. Лучше чем Настяна. Сможешь узнать, что открытость и интересность? Ну, давай, давай, Диан, мы просто долго сидеть будем, всех поддерживаясь. Ну, тогда больше 5 минут, это, надо думать, что язык покажешь. Не, если ты просто пока не выступишь, мы будем хоть час, хоть два сидеть. Ну, с лишним дымить и младше. А что, мы еще прочитали? Ну, давай, давай. Давайте для начала выясним, что такое искренность. Как вы думаете, Астасия? Это как семечки в арбузе. Ваши. В общем, Аня, вы только и спрашиваете, у меня нету. Мы просто, у нас светлые волосы, понимаешь? Ну, просто искренность, это такая вещь, ну, как бы, она сама, она вот в воздухе витает, и вообще непонятно, как бы, ну, по сути, да, это... Вот, вот, да. Ты задай ей вопрос, я правильно выразился? Я, 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 я правильно выразился, да? Ответа на этот данный вопрос? Вы можете пойти. Следующее из решения Дэнни Дидро. Искренность мать правды и вывеска честного человека. Допомните это... Такое... Такое скосовство. Прямо дословно, все, прям, прям, дужу запала. Все, тихо, тихо. Как сизы костюм. Допомните, что для создания наиболее целостной картины сумеет высказывание... Дали, я никогда не мог разрешить рокового проза, где у меня окончаются притросты, начинается искренность. Короче, можно я просто сяду? Ну, давай, давай. Если у высшей культурной литературы богатых на условиях, подобное обзрадение, вывозе пациента не искренне. Человек, а реальность межпосудия. Причем, кто-то видишь, присутствует... А, он чертчет, ищет, 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 ищет. Ты тембру скупил? Классно, классно, да. Это ты на отвалите посделала, или ты тембру усилила просто? Я просто хотела бы тебе прочитать. Аплодисменты! Давайте, какие пунктики использовала Диана? Название по имени, увлечение от зала, подтверждение. Я думаю, там, да, было цитаты. Цитаты. Трайп цитаты. Трайп. Тембр голоса. Тембр голоса, да, что он был тихий, так что прислушивался. Аплодисменты! Самый некрасивый! Ну, какой есть. Ладно, давай. Вы пиджетом спадете, что ли? Да, мне холодно. Тема? Я сразу говорю, я недолго буду выступать, потому что... Какая тема? Тема сейчас, в моей усилии. Недолго выступать буду, потому что, ну, не знаю, я не хочу долго успираться по этому поводу. Я все сделал, как бы, но тема такая, что можно уйти либо очень далеко, либо совсем, ну вот, вкратце. Ну, а вкратце. Тема всем известная и, я думаю, близкая для вас всех, это деньги. Деньги, ну, как бы, все правы, мы все знают, что это такое. Давайте разбираться с вами, что такое деньги. Деньги вообще неотъемлемое составляющее нашей жизни. Но деньги всем абсолютно нужны. Думаю, это вы понимаете прекрасно. А, вот, да. Да, но важный момент. Деньги не должны ни в коем случае превращаться в смысл жизни. Как сказал Фрэнк Де Курсель, сейчас... Какой, какой Фрэнк? Я вам дословно процитирую. Деньги для людей умных составляют средства, для глупых цель. Как говорилось в Библии, деньги грех, если это конечная цель. Так вот, для глупцов они составляют цель. Очень важно это все понимать. Деньги помогут сделать вас деньги, деньги. Помогут сделать вашу жизнь по-настоящему счастливой. Но, вы должны понимать, должны помнить, то, что деньги, то, что богатые люди заставляют деньги работать на себя, а бедные работают ради денег. Помните это. Удачи вам. Ну да. Прожатки усадки. А, я могу присесть, да? Присаживайтесь, Филипп, два. Филипп, два? Так, ну, какие инструменты использовал у нас? Ну, цитатки. Паузы. Паузы. Тембр, тембр. Да, да, еще. Цитатки. Ну, были, да. Диана, как думаешь, что он использовал? Громче, тише. Это был тембр, еще. Имена не использовал. Сколько оценок? Да. Утверждение, ну, короче, тюризм. Да, да, было. Деньги нужны всем. А, я думаю, вы понимаете, тоже момент был. Еще? А, может, шутка? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Кирилл! Паша, давай. Ой, хватит, ты куда-то на экране, ты кисунешь. Кирилл! Артем! Паша! Паша! Дорогие друзья, доброе вам время, время, время. Чего? Это все, что вы прикрепили? Может, позвонок, пожалуйста, выйдите так активно? Да, вот-вот. Канар 1-1 снято, не мешай, там директорально за ним. Можно быть. Итак, я вас покрепил. Настя, туалет и водичка. Всем привет. Меня зовут как? Как мне? Филипп, скажи, как мне зовут? Стас. Стас? Стас. Пидарас. Да. Ирландий. Я сегодня в классном виде. А вообще, кто вам сюда пришли? Что-то послушать, да, интересно. Елена, куда вы пришли? На ток-шоу. На ток-шоу. А знаете, какая сегодняшняя тема нашего ток-шоу? А, не очень помню, не очень помню. Так я алкоголизм безден для ожирения. Нет, 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 нет. Обучение в бизнесе, как оно важно? Вау. У меня возбуждается. Не нравится. Не, отменно. Итак, как сказал один великий человек, бизнес... Бизнес. Бизнес. Это невероятная школа жизни. Кто сказал? Один великий человек. Это мой образ. Итак. Как вы думаете, для чего же нам нужно учиться? Вот мы все знаем, что если не учиться, то, блин, мы оставим себя тупыми, неразвитыми и просто будем смотреть вокруг вот через такую щелчку. Да, Филипп? Через такую щелчку. Вот через такую щелчку. Через какие щелчки смолите вами, Анастасия, я не буду этим таваться. Итак. Итак. Что? Есть. Да все. Я не могу, так вы честно, обнякаетесь, короче, я просто не могу. Так. Вы знаете, бизнес можно сравнить с таким вот часовым механизмом, гигантским часовым механизмом, с до блеска от драенными шестеренками, которые идут вот такт в такт. вы прямо слышите, как чик, чик, чик. И если в этой системе появляется хотя бы один, один маленький такой шестеренок, шестеренок, такой вот представьте себе, ржавый. Козючий такой. Такой вот немножко, даже какой-то вот влажный, я не знаю, который вот прям вот, когда вот шестеренки вот так вот идут, там захлебываются вот эти все. Это можно сравнить только с человеком, который ничему не научен, не обучен. Поэтому, чтобы такого не было, либо эту шестеренку надо вынуть, либо ее нужно смазать и почистить. А как ведь нет, научить. Научить двигаться в коллективе, понимать, чувствовать. Итак, а сейчас я хочу, чтобы вы запомнили, что бизнес – это отличная возможность для каждого из вас. И обучение, оно поможет вам обрести эту свободу под названием «Бизнес». Чего еще не применил-то? Ладно, ладно, ну, мне уже в машине. Так, да все уже, да? Да все уже, да? Да все уже, да. Я думаю, как отловка вообще нормальная. Да, да. Филипп, как вы думаете, какие инструменты применил ПФ? Много метафора, шутка мне понравилась про шестеренка. Не знаю, специально ли это было вкусно. ММО было, наверное. ММО было, да, использовано. Но это, опять же, из-за метафоры. Цитата, подтверждение, имя, комплимент единственное сделал. Пауза. Ты его еще не сделала? Еще, еще, правильно. Было, было, да, и поочеркиваю. Не, ну, да, ты знал, конечно, много, а комплимент единственное. А, трюизм был, когда я говорила... Ну, точно, никто не назвал почему-то. Я назвал. Трюизм был, ты назвала трюизм? Да. В чем он заключался? Ну, если налогаемся наугад. Паша, скажи, в чем трюизм? Он, когда нужно учиться, что в жизни нужно учиться. Да, все, я именно это и хотела сказать. Да, да. Я так и сказала. Метафора была, да, да. Так, условная метафора была у меня. Да. Черт, я по личному это забыл. Так, дальше шутки, анекдот. Ну, шуточка была. Дальше. А, вот я лексику хотел начать именно с лексики. Знаешь, типа, ну, дорогие друзья, в доброе время и вон суточек. Не, ну, это как раз, наоборот. Суточек, суточек. Пойдем снимем суточек. На суточек. Понимаете, в чем фишка вот этого? Вам понравилось? Да, понравилось. Да, как мы можем не нависпывать. А что вам больше всего понравилось? Время-препобождение. Так вот, в принципе, хорошо. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Мы будем уделять. Мультимодальная дискретность, мне понравилось. Да, я не знаю, пока что такое, но все же. Для начала хорошо, просто старайтесь... Постарайтесь, то, что вы делали сейчас, строить в жизнь. Паш, будешь вести обучение, сделай так же. Только меньше клоунады, но так же. И все будет супер. Так я так обычно и делаю. Я что-то передаю. Сейчас у нас будет собеседная. Господа. Сейчас у меня выдалась честь представить человека, спецгостя, который сегодня будет вам вести потрясающую вещь про... Керевых? Нет. А, мы будем делать керевых? Да! Дорогие друзья, сегодня в нашей программе специальный блок. Будет свежий такой, приятный, воодушевляемый. Без всяких маленьких шестеря. Хвостик, хватит, мы поняли. Лена, как думаешь, что будет? Бери. Вот у меня в моей жизни было много таких ситуаций. Вот эта ситуация, наверное, одна из самых ярких, которая сейчас будет. Потому что то, что увидеть сейчас, не было никогда. Как говорил один потрясающий человек, я потрясающий человек. Поэтому нас вперёд через 10 минут встречаем здесь. Аплодисменты другу. О, сидеть, сидеть, сидеть. Кирилл сядет. Спасибо. Аплодисменты другу. Аплодисменты другу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аплодисменты всем. Диана. Это как хочешь в туалет, но не сходить. Ладно, давайте ещё раз. Аплодисменты другу. Аплодисменты другу. Ладно, сейчас 35, 45 здесь. Где Малюшка? Где Толичка? Блин, нет. У тебя слева дайвочка и справа Толичка. Ну, блин, без шуток. Она слишком шикарная, чтобы её потерять. Вот здесь она. Так. Камеру поцеркопалку. Зелеть. Напомни тебе, чтобы я включил. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.